В 80-е годы я была здесь очень часто, жила я в городе Пушкине, бывшем царском селе, а училась, как и многие студенты, которые жили в Пушкине, училась я в Ленинграде. И, конечно, каждый день, ну, почти каждый день ездила из Пушкина в Ленинград на электричке, на пригородном электропоезде. Это сейчас здесь мало людей и почти нет поездов, видите, а в то время здесь всегда было много народу. На этих сейчас пустующих, то есть пустых путях всегда стояли поезда дальнего следования. Поезда дальнего следования – это не пригородные поезда, а поезда, которые идут далеко. Так вот, на этих путях всегда стояли поезда дальнего следования, А там, где сейчас мы видим только одну электричку, электричек всегда было несколько. Правда, вот сейчас здесь тоже не одна, а целых две электрички. Одна из них даже типа комфорт. В годы моей молодости таких электричек ещё не было. Самая красивая часть вокзала, которую я вам сегодня покажу, не была ещё отреставрирована и была закрыта. А я поднималась вот по этой лестнице. По этой лестнице сто с лишним лет назад поднимались пассажиры третьего класса. Если вы думаете, что вокзал – это что-то скучное и только утилитарное для того, чтобы сесть на поезд, куда-то поехать, вы ошибаетесь. Сюда, на этот вокзал, водят экскурсии, сюда приходят фотографироваться, здесь снимают фильмы. Это самый старый вокзал в Петербурге, самый старый вокзал в России, самый первый вокзал и, наверное, самый красивый. Правда, когда здесь было построено первое здание вокзала, выглядело оно совсем не так, как сейчас. Появилось оно в 1837 году. Если вы помните, в начале 1937 года погиб Пушкин на дуэли, а вот в ноябре 1937 года по старому календарю в октябре отсюда по первой в России железной дороге отправился первый поезд. Паровоз назывался проворный, проворный – это значит очень-очень быстрый, энергичный и быстрый. Было в этом поезде 8 вагонов, машинистом был Франц Герстнер, человек, который построил эту дорогу, чешский инженер из Австрии, строитель первых железных дорог. Ехали на этом поезде почётные пассажиры и в их числе сам император Николай I. Первая в России железная дорога соединила Санкт-Петербург с Царским селом, а Царское село было загородной императорской резиденцией. Сейчас Царское село – это город Пушкин, то есть первая железная дорога в России и первый вокзал появились в 1837 году. Уже через 15 лет было построено двухэтажное каменное здание вокзала, а здание, которое мы видим, построили в 1904 году. В самом начале 20 века построили его по проекту Станислава Антоновича Бржазовского, русского архитектора, который строил вокзалы и железнодорожные станции. И технически этот вокзал был одним из самых совершенных в то время. Это было одно из первых полностью электрифицированных зданий в Петербурге. Здесь везде использовалось электричество. Перроны здесь находятся на втором этаже, и были сделаны лифты для багажа и пассажиров. Это сейчас лифт для нас что-то обычное, вещь обычная. А в то время лифт был технической новинкой. Вокзал был очень богато украшен. Он был очень красивый. Здесь были витражи, фонари, картины и так далее. Для пассажиров с билетами разных классов были отдельные входы. А для царской семьи отдельное здание, отдельный павильон. Сейчас мы входим в здание вот через эти двери. Здесь стоят металлоискатели, а дальше большое помещение с длинными скамейками. В далёкие времена здесь было багажное отделение. А в советское время, в советское время здесь были камеры хранения. Что такое камера хранения? Камера хранения – это место, где можно оставить на время свой багаж, если вам тяжело носить его с собой или если вам просто лень носить его с собой. Теперь камера хранения наверху. Но представим, давайте представим, что сейчас начало 20 века, и у вас билет в вагон первого класса. Вот здесь вход для пассажиров первого класса. Швейцар открывает вам эти двери, вы входите в здание и попадаете в огромный шикарный вестибюль. Сейчас он открыт. Сюда может каждый человек прийти, полюбоваться. Высота – более 20 метров. Кстати, вот этой плитке более 100 лет. Это та же плитка, которая была здесь в то время, когда вокзал построили. Парадная мраморная лестница, лестница из мрамора. Вы поднимаетесь по лестнице, и здесь бюст императора Николая Первого. Вы идёте направо и попадаете в зал ожидания. Это зал ожидания для пассажиров первого и второго классов. Зал ожидания – это место, где пассажиры могут провести время, когда ждут прибытия или отправления поезда. О поездах мы говорим, что они прибывают, когда они приходят на вокзал, и отправляются. То есть прибытие поезда, отправление поезда. Этот зал ожидания украшен картинами. Тут везде картины. А на картинах – история царскосельской железной дороги. Сейчас сюда можно прийти как в музей, и гиды сюда приводят туристов. Кстати, если мы посмотрим на картины, мы сразу обратим внимание на железнодорожную колею вот на этой картине. Точнее, на ширину этой железнодорожной колеи. Видите, какая она широкая. Какой была тогда ширина колеи? Представьте, целых 1829 миллиметров, почти 2 метра. А из зала ожидания можно попасть в ресторан. Вот здесь он был. И в то время сюда, в ресторан, приходили не только пассажиры, а и поэты, писатели, художники, просто чтобы провести время. Вот здесь кабинет начальника вокзала сейчас. А в царские времена здесь были так называемые великокняжеские покои. Великокняжеские – от слов великий князь. Представители семьи Романовых бывали здесь в ожидании поезда. Но все же, как вы понимаете, большинство пассажиров пользовалось другим входом. Вот этим под башней с часами. Поднимались они, пассажиры третьего класса, вот по этой лестнице. Сейчас, кстати, почти все пассажиры именно здесь наверх и поднимаются. Здесь и буфет есть, не ресторан, конечно, но все же. И в советское время он здесь был. А здесь выход в зал ожидания для пассажиров третьего класса. Точнее, в царское время. Здесь был зал ожидания для пассажиров третьего класса. А уже после царей зал ожидания для всех. Видите, здесь висит табло с расписанием поездов. Где можно... табло, где можно посмотреть время и место отправления и прибытия поездов дальнего следования. Только четыре строки здесь сейчас. Фактически два места назначения. Гомель и Брест. И Гомель, и Брест – это белорусские города. Дело в том, что большинство поездов дальнего следования, которые отправлялись с этого вокзала после распада Советского Союза, стали заграничными. На Украину, Белоруссию, Молдавию. Теперь с ковидом совсем поездов мало. И из зала ожидания третьего класса, и из зала ожидания первого и второго класса выход в этот световой зал. Сюда через стеклянный потолок попадает много-много света. Когда-то вот эта стена была прозрачной. Их дождь, пассажиры могли находиться здесь, под крышей, в тепле, и наблюдать за прибытием поездов. А куда ведет эта старинная винтовая лестница? А ведет она на первый этаж. Там были служебные помещения и багажное отделение. И вот отсюда, из светового зала, мы выходим на перрон. Везде таблички, которые напоминают нам, что нельзя делать. Стоять у края платформы не допускается. Не допускается, значит, нельзя. Прыгать с платформы запрещено. Видите, запрещено нельзя. Подлезать под вагон запрещено. На всякий случай. Если вдруг кому-нибудь в голову придет залезть под вагон. Детей оставлять одних без присмотра тоже нельзя. И здесь нам говорят о том, что с платформы можно случайно упасть. Нужно быть осторожными. Вот здесь четыре пути неэлектрифицированы. И по высоте электропоезда под навес пройти не могут. Электрички подходят вон к тем перронам. Видите, где электричка стоит? А отсюда уходят только поезда дальнего следования. Вот бегут пассажиры на электричку. На пригородный поезд. Бегут, торопятся. Здесь сейчас пусто. Но видите, люди приходят специально фотографироваться. Вокзал этот до 1918 года назывался Цирскосельским. С 1918 года он стал называться Детскосельским, когда Царское село переименовали в Детское село. А с 1935 года он называется, как и сейчас, Витебским. Витебский вокзал. Самый первый вокзал в России. Наверное, самый красивый вокзал. КОНЕЦ. С 1935 года он стал называться Детское село. ПОЗИТС. КОНЕЦ. Продолжение следует...